Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко и Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков хронограф». 12 сентября в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых. Король Франции Франциск I французский и английский мореплаватель Генри Гудзо. Российский адмирал Иван Голенищев-Кутузов и герой Отечественной войны 1812 года генерал от инфантерии Дмитрий Дахтуров. Французский писатель и драматург, член французской академии Виктор Жозеф-Этьен де Жуи. Французский актер Шансонье Морис Шевалье. И французский физик, нобелевский лауреат Ирен Джолио Кюри. Советский композитор Гавриил Попов. И польский писатель Станислав Лем. Сегодня 12 сентября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день в мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1643 году впервые в контракте Блистательного театра «Париж» упомянуто имя актера Жана Батиста Паклена, будущего драматурга Мольера. В 1724 году в Александро-Невскую лавру были перенесены мощи Александра-Невского. А в 1740-м, после нескольких лет переписки, встретились Вольтер и король Пруссии Фридрих Великий. В 1789 году шотландский путешественник Александр Маккензи закончил свой поход к Северному Ледовитому океану. И в этот же день и год французский революционер Марат выпустил первый номер газеты «Друг народа». В 1832 году в Петербурге на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном была установлена Александровская колонна. А в 1898 состоялось торжественное открытие Киевского политехнического института. Сегодня 12 сентября. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 12 сентября 1724 года в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге перенесены мощи Александра-Невского. На месте, где находится Александра-Невская лавра, в 1240 году произошла битва дружины князя Александра-Невского со шведами. В 1704 году Петром I было принято решение о строительстве здесь монастыря. Новая столица требовала наличия здесь священных реликвий. Одну из них, мощи святого князя Александра-Невского, Петр решил поместить в монастыре. После взятия Выборга императором была осмотрена эта местность и дано название будущему монастырю – Свято-Троицкий Александра-Невский. В июле 1710 года Петром I при стечении народа здесь был установлен деревянный крест с надписью. По велениям Царского Пресветлого Величества на 7 месте имеет создателься монастырь. Проектировка монастырского комплекса была поручена архитектору Доминика Трезини. В 1712 году здесь стали появляться первые строения, заложена деревянная церковь и часовня. Была проложена просека, ставшая впоследствии частью Невского проспекта. Александра-Невский монастырь задумывался Петром I не только как духовное учреждение. Здесь он предполагал устроить приют для инвалидов Северной войны и душевнобольных, и госпиталь. Эти заведения здесь так и не были открыты. Но в 1720 году при монастыре открылась типография, а в 1721 году – школа. Перенос мощей святого князя Александра Невского в Александра-Невский монастырь состоялся в 1724 году. Это событие стало чрезвычайно заметным в жизни города. Процессию с мощами святого князя близ усть и жоры встречал на ботике Петра I личный император. Возведение главного Троицкого храма то прекращалось, то вновь возобновлялось. К 1740 годам особой комиссии и недостроенное здание было признано непригодным для использования. Посещать его было небезопасно, и по приказу императрицы Елизаветы Петровны собор был снесен. При Екатерине Великой Троицкий собор решено было возродить. И царица назначила архитектора Старого, ответственным за возведение нового храма. Строительство продолжалось 14 лет, и в августе 1790 года новый Свято-Троицкий собор был завершен. Искусствоведы полагают, что он стал вершиной творчества архитектора Старого. До Октябрьской революции 1917 года в соборе находились картины, пожертвованные Екатериной II из собраний Эрмитажа и принадлежащие кисти Рубенса, Ван Дейка и других великих живописцев. Окончание постройки и освящения Троицкого храма в августе 1790 года завершило формирование ансамбля Александра Невской лавры. 12 сентября 1790 года в собор была перенесена серебряная рака с мощами Александра Невского. Эта рака была изготовлена на Петербургском монетном дворе и весила 86 пудов. На боковых стенках саркофага выполнены барельефы, изображающие военные победы Александра Невского. 12 сентября 1729 года родился Иван Голенищев-Кутузов, будущий адмирал, поэт, президент адмиралтейств коллегии. Он происходил из старинного новгородского дворянства. Отец его служил мичманом на флоте. Рано оставшись сиротой, он провел детство в родовом имении Шейна. В марте 1742 года он был определен в сухопутный шляхетский корпус, откуда был переведен в морской. После произведения в гардемарине ежегодно находился в компаниях в Балтийском море. В 1762 году в чине капитана второго ранга Иван Логинович был назначен директором морского кадетского корпуса, прослужив в этой должности вплоть до кончины. При Голенищеве-Кутузове корпус сделался одним из лучших военно-морских училищ Европы того времени. Он ввел в морском корпусе новые учебные дисциплины, основал библиотеку и обсерваторию. В 1764 году он уже был генерал-интендантом флота, членом адмиралтейств коллегии и наставником по морской части наследника престола великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. По отзыву современника, сей почтенный престарелый муж к обширнейшим познаниям присовокуплял твердость Петра, доброту Елизаветы и велиможничество Екатерины. В доме Голенищева-Кутузова воспитывался его дальний родственник, герой Отечественной войны 1812 года, будущий фельдмаршал Михаил Кутузов. В доме Голенищева-Кутузова можно было встретить почти всех петербургских сановников, ученых, художников и писателей. Со многими Голенищев-Кутузов был хорошо знаком и часто привлекал их к преподаванию в корпус или печатал их переводы в корпусной типографии. Его типография играла заметную роль в культурной жизни России и впервые выпустила переводы произведений Бомарше, Вольтера, Мольера и Юма. 12 сентября 1756 года появился на свет Дмитрий Дахтуров, будущий генерал, герой Отечественной войны 1812 года. Дмитрий родился в семье мелкопоместных дворян и детство провел в селе Крутом Тульской губернии. В семье Дахтуровых чтили военные традиции. Отец и дед Дмитрий были офицерами лейб-гвардии Преображенского полка, старейшего полка русской гвардии, сформированного еще Петром I. В 1771 году отец отвез сына в Петербург и не без труда устроил его в пажеский корпус. По выпуску из него Дахтуров получил чин поручика гвардии и начал службу в Преображенском полку. Затем он отличился в русско-шведской войне 1788-90-го годов, получив в награду золотую шпагу с надписью «За храбрость», которой его удостоила Екатерина II. После окончания войны со Швецией Дмитрий Сергеевич принял решение перевестись из гвардии в армию. Он сражался в наполеоновских войнах, проявлял большое личное мужество, был неоднократно ранен. В отечественную войну 1812 года генерал от инфантерии Дахтуров встретил командиром 6-го корпуса в составе 1-й армии Барклая-де-Толли. Под Смоленском Дмитрий Сергеевич заболел лихорадкой, но не сдал командование. Его войска героически защищали город, а затем присоединились к главным силам армии. «Смоленск излечил меня от болезни», – позже шутил Дахтуров. В Бородинском сражении его корпус находился в центре боевых порядков русских войск, приняв на себя сильные атаки французов. После того, как командующий 2-й армией Багратион был смертельно ранен, Дахтуров по распоряжению Кутузова принял на себя руководство левым флангом. Под руководством Дахтурова 2-я армия сдерживала сильнейшее давление рвавшихся вперед французов, оставаясь в критическом положении. Под ним убила лошадь, ранила другую. Он спокойно разъезжал по позициям, отдавая указания и руководя огнем, ободряя солдат. После разгрома Наполеона и возвращения русских войск из-за границы Дахтуров вышел в отставку. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!